Чем опасен налет на языке? При каких заболеваниях он может возникать? Чем это грозит? Как это правильно диагностировать? Сегодня мы на все эти вопросы постараемся ответить. Добрый день, дорогие зрители! Приветствую вас на своем канале. Сегодня мы немножко отходим от наших привычных тем и будем расширять, наверное, диапазон наших знаний с вами. Сегодня мы поговорим о нашем с вами языке. А конкретнее, когда возникает налет, с чем он связан, какой бывает налет, чем это опасно. Самое главное, как правильно диагностировать и как правильно все это дело лечить. И надо ли лечить это вообще? Поэтому досмотрите это видео до конца. Самое главное, подписывайтесь на телеграм-канал. Там мы более тесно с вами взаимодействуем, проводим различные интересные викторины, интересные рубрики, ответные комментарии и так далее. И это позволяет нам более тесно с вами взаимодействовать. Ни для кого не секрет, что язык выполняет одну из ключевых, наверное, ролей вообще во многих системах организма. Начиная с питания, заканчивая элементарной речью, приемом пищи, участвует в пищеварении. То есть спектр функций его языка, конечно, он просто огромен. И со студенческих лет студенты медицинских возраста говорят, что язык – это зеркало нашего организма. Действительно, в этом есть, наверное, какой-то смысл. Многие врачи, особенно лор-врачи, стоматологи, например, они непосредственно контактируют с ротовой полостью ежедневно и осматривают пациентов, в том числе осматривают язык. Почему же это так важно? Важно это потому, что если вовремя заметить изменения на языках, точнее на языке конкретного человека, то можно диагностировать какое-либо заболевание на ранних этапах. То есть, как правило, появляющийся налет на языке, он говорит, что в организме происходит какой-то сбой, либо какое-то нарушение, на которое нам нужно с вами обратить внимание. Сегодня мы разберем две основные ветки. То есть, первое – это когда идет физиологическое изменение, ну, относительно физиологическое, то есть, как вариант нормы. И второе – мы разберем, когда бывает изменение языка при каких-либо заболеваниях. В некоторых случаях я постараюсь предоставить вам фотографии, где я смог найти, для того, чтобы у вас в памяти отложилось, и вы уже точно представляли какое-то то или иное заболевание языка. И прежде чем перейти непосредственно к этим состояниям, я хотел бы, чтобы вы все-таки увидели, как выглядит язык в норме. Он такого блино-розового цвета, на нем виднеются сосочки, виднеется эта продольная складка. Понятно, что интенсивность вот этой блино-розовой, она может быть где-то слабее, где-то более интенсивнее, но в целом язык выглядит здорового человека примерно вот так. То есть, я думаю, сейчас вы на экране эту картинку видите. Если же смотреть под микроскопом, то язык, он, как вы знаете, состоит из сосочков. И между этими сосочками есть так называемая желоба, то есть, это такое пространство, куда попадает, собственно, и пища, и слюна, и различные микроорганизмы, различные химические элементы. То есть, это такая сборная солянка, поэтому поверхность нашего языка, она на самом деле по химическому составу, она просто огромная. В первую очередь, если говорить вот об этих физиологических состояниях, все-таки по большей части это связано именно с работой вот этих сосочков и вообще с окружающей, так скажем, средой языка. Поэтому в большинстве своем, на самом деле, появление какого-либо налета, такого белосоватого цвета, особенно на спинке языка, оно в большинстве своих случаев, оно носит абсолютно безобидный характер. Это многое зависит от питания, от гигиены полости рта. Сейчас мы об этом подробно поговорим и будем разбирать конкретный случай на примере. Давайте разберем основные варианты нормы. Ну, самый банальный и, наверное, самый простой вариант, то есть, когда человек кушает какие-то красящие продукты. Ну, например, человек съел чернику, естественно, у него язык становится синего цвета. Это абсолютно безобидное состояние. Другое, если человек, например, редко чистит зубы или не чистит их вообще, у него скапливается большое количество пищи, как в деснах, так и на языке. И, соответственно, вот эти сосочки, они забиваются, пища оттуда из этих желобов, из этих ямочек не выходит, она застаивается и, соответственно, язык покрывается таким белым налетом. То же самое происходит, если человек не пьет достаточное количество жидкости. Поэтому обязательно нужно жидкость все-таки в течение дня пить, помимо того, что вы пьете, например, чай, там и какие-то компоты, соки, кофе, нужно пить обязательно все-таки простую чистую воду. Это позволит вот эти сосочки промывать, и язык сам будет по себе очищаться. Понятно, что употребление кофе, курение, оно также может влиять на вот эту цветовую гамму языка, тоже оно может быть такого беловато-желтоватого оттенка. Я не говорю, что это вариант нормы, но это, как правило, не признак какого-то серьезного заболевания именно в данный момент времени. Также очень часто появляются изменения языка при обезвожении. Как это бывает? Либо человек пьет очень малое количество жидкости, либо, например, у человека банально заложен нос, и он дышит через рот, соответственно, рот высыхает, и язык тоже высыхает, эти сосочки тоже начинают работать значительно хуже, и опять же покрываются таким беловатым налетом. Тоже один из физиологических, один из вариантов физиологических состояний, который не говорит о каких-то серьезных нарушениях. Поэтому, если вы регулярно чистите зубы утром-вечером, то есть пьете достаточное количество жидкости, следите вообще за гигиеной повоза рта. Также есть специальное приспособление, которое чистит язык. То есть это можно делать либо зубной щеткой, но желательно приобрести отдельное приспособление, которое позволяет чистить язык. Я думаю, в интернете вы можете найти, как это правильно делается. Вообще, за полостью рта надо обязательно ухаживать, потому что, еще раз повторюсь, это очень медленный процесс. Понятно, что если вы один раз зубы не почистите, ничего с вами не произойдет, но в перспективе, в целом, ваша ротовая полость, она будет страдать, и это может потом привести уже к заболеваниям. Теперь давайте перейдем к заболеваниям. Понятно, заболеваний просто огромное количество, при которых может изменяться язык, но сейчас я все-таки разберу наиболее частые и наиболее, наверное, актуальные, в том числе и детские заболевания. Ну, во-первых, это инфекционные заболевания, такие как, например, ангины, это скарлатины. Сейчас вы видите на экране вариант языка при скарлатине, по-другому он называется такой малиновый язык, появляется где-то на 5-6 день болезни, когда прям яркие становятся сосочки, язык такого малинового цвета. Это очень характерный признак у детишек, не скажу, что бывает часто, но все равно вы, думаю, должны об этом знать для того, чтобы вовремя диагностировать это заболевание. Также есть такое заболевание, как дифтерия, когда появляются такие бледные, белые, даже с желтоватым оттенком налеты. Они бывают на миндалинах, на корне языка могут быть. И если, в отличие от ангины, когда мы, например, эти налеты можем аккуратненько палочкой, например, убрать с антисептиком, то при дифтерии, когда эти налеты убираешь, они, как правило, кровоточат, тоже достаточно серьезные заболевания. У детишек часто бывает, поэтому обязательно надо внимание на это обращать. Огромный просто спектр заболеваний, которые связаны со стоматологией, то есть различные стоматиты. Сейчас моих вариантов перечислять не будем, их просто огромное количество с названиями различных авторов. Но так или иначе, нужно, прежде чем обращать внимание на сам язык, обязательно надо смотреть, конечно, на состояние десень, на состояние внутренней поверхности щек. Есть ли какие-то там язвочки, какие-то образования, есть ли какие-то, значит, не характерные для вас образования, которые измененного цвета, измененного, например, есть какой-то измененный запах изо рта, гнилостный запах. Если есть какие-то выделения из этих образований, на это все нужно, конечно, обязательно обращать внимание. Также очень частным проявлением налетов различного цвета и консистенции, например, от беловатого до желто-зеленого, может быть при заболевании желудочно-кишечного тракта. Туда входят и различные гастриты, то есть когда у человека, например, положительный вот это хеликобактер пилори, может быть при различных заболеваниях желчного пузыря, заболеваниях печени. Эти налеты, они, как правило, тоже убираются с трудом и нужно лечить основное заболевание для того, чтобы этот налет убрать. Также нередким поражением языка является кандидоз. Кандидоз может возникать, то есть это грибковое поражение языка, оно может возникать при достаточно большом спектре заболеваний, потому что, как известно, кандида, она возникает тогда, когда у нас падает с вами иммунитет, либо когда мы начинаем принимать с вами антибиотики, а это достаточно распространенное лекарство, сейчас надо-не надо, все начинают при любой простуде закидывать в себя антибиотик, соответственно, бактериальная флора страдает, потому что антибиотик убивает не только патогенные микроорганизмы, но и свои хорошие тоже, а, соответственно, бактерии, они как раз-таки препятствуют размножению грибков, в результате чего начинаются различные проявления кандидоза, это не только на языке, это практически на всех органах может возникнуть, но кандидоз, он характеризуется таким творожисто-белыми налетами на языке, тоже достаточно характерные признаки. Как это лечится? Ну, во-первых, есть противогрибковые различные средства, которые можно и таблетирной формой принимать, и местной, но самостоятельно, конечно, себе назначать это ни в коем случае нельзя, лучше сходить все-таки к терапевту, либо гастроэнтерологу для того, чтобы он вам правильно назначил лечение. Также различные язвочки, как на языке, так и на слизистой полости рта могут появляться при раке языка, фотографии я тоже приложу, тоже достаточно характерные изменения, в том плане, что в норме они точно не бывают, и если вдруг появляются какие-то нехорошие такие образования, обязательно, конечно, надо врачу показаться. Также обязательно надо обращать внимание, конечно, на и цвет языка, толщину языка. Бывает, что если аллерген какой-то попадает, язык тоже может отекать, тоже становится красного цвета, начинает все во рту чесаться, возможно, это какая-то аллергическая реакция, тоже бывает нередко. В данном случае целесообразнее какие-то антигистаминные препараты принять, ну, например, самый известный супрастин. И в большинстве случаев все должно нормализоваться. Если же все-таки это прогрессирует, и вы видите, что, например, начинаются затруднения дыхания и так далее, я имею в виду сейчас аллергические реакции, то, соответственно, конечно, лучше вызывать скорую, возможно, у вас какая-то аллергическая реакция. Если подвести итог, конечно, в большинстве своем это связано с изменением на поверхности языка, все-таки связано с гигиеной полости рта, с нарушением питания, с нарушением водного баланса. Практически в большинстве случаев не требует каких-то радикальных мер, а лишь требует изменения немножко образа жизни, и обязательно нужно следить за гигиеной полости рта. Вот такое небольшое информативное видео получилось. Надеюсь, оно было для вас полезным. Задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии, пишите, на какие темы вы хотели бы увидеть еще разбор, потому что мы будем не только кардиологические темы разбирать, но в целом вопросы, касающиеся здоровья. Переходите в телеграм-канал, там много полезной и интересной информации. Всего хорошего. Пока.